Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! И пожалуйста новый график по валютной паре евро-доллар. Именно с этой валютной пары мы с вами и начнем. Настройте график так, как вам удобно. У меня по данной валютной паре есть открыт ордер на buy. Пока что плавающая прибыль. Я надеюсь на то, что на этой неделе все-таки нам удастся зафиксировать profit, удастся закрыть ордер по take profit. Ну давайте мы с вами вернемся к нашему анализу и определим направление, определим цели на сегодня. Учитывая то, что вчера быкам удалось вновь обновить максимум предыдущего дня, тренд продолжает развиваться. Бычий тренд, восходящий тренд, как угодно. Цены растут. Я на основе максимальных цен последних двух дней провел линию тренда. Ну и параллельно, как обычно, я провожу линию канала. Линия канала нам служит для того, чтобы в целом у нас нарисовался канал, для того, чтобы определить верхнюю границу канала, нижнюю границу канала, для того, чтобы определить уровни сопротивления, поддержки, ну и в целом определить торговый диапазон и момент, когда нам лучше всего воздержаться от торгов. В начале сегодняшнего дня медведям удалось выйти за пределами канала. Еще сегодня утром медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня. Этим самым они как бы подтвердили свою готовность к развороту, но спустя несколько часов цена развернулась, цена вернулась в канал и, возможно, в течение дня мы с вами увидим продолжение тренда. Я растяну линии Fibonacci на основе последней волны импульса. Последняя волна импульса началась как раз на этой точке. Именно с этой цены здесь у нас как раз завершилась коррекция по предыдущей волне. Именно с этой цены быкам удалось пойти наверх и обновить максимум предыдущего дня. Именно на основе этого движения, этой волны я и растяну линии Fibonacci. Я обращаю ваше внимание на то, что на данный момент цена как раз торгуется над уровнем 50 по Fibonacci. Это как раз уровень входа в рынок. 13.75. Так как у меня, в принципе, открыт ордер на buy еще давным-давно, я не стану открыть очередной ордер в ту же сторону. Но, в принципе, исходя из правил, в принципе, необходимо открыть ордер на покупку. Тренд бычий. Цена находится в канале. Цена достигла уровень 50 по Fibonacci. Именно с этого уровня мы с вами в основном входим в рынок по тренду. Итак, 13.75 это цена входа. Стоп-лосс мы с вами выставляем ниже уровня 76.4 и ниже последнего low. В данном случае стоп-лосс я вижу как раз на уровне 13.55. Стоп-лосс короткий 20 пунктов. А то, что касается цели, давайте мы с вами определим цели. Для этого есть замечательный инструмент, называется расширение Fibonacci. С помощью этого инструмента нам не раз удалось определить цели. Итак, то, что касается... Вторая цель находится выше на 13 пунктов. То есть нас эта цель никак не интересует. нас интересует последняя цель на уровне 14.10. Итак, вход в рынок с уровня 13.75, стоп-лосс на уровне 13.55 в размере 20 пунктов, а тейк-профит на уровне 14.10. То есть тейк-профит у нас в размере 35 пунктов. Соотношение почти что 1 к 2. Вот такой расклад на сегодня по валютной паре евро-доллара. Я надеюсь на то, что вопросов нет. Все вроде доступно, но тем не менее, если что-то непонятно, пожалуйста, пишите в чате. Я в течение сегодняшнего семинара обязательно отвечу и прокомментирую. А пока что идем дальше к следующей валютной паре, а именно... Но это последняя цель на самом деле, Николай. На сегодня. На сегодня последняя цель это 14.10. На сегодня. Учитывая движение последних двух дней. У меня цель по евро-доллару 14.50. Следующая валютная пара британский фонд доллар США. По данной валютной паре, к сожалению, нам с вами сегодня придется воздержаться от торгов. Вчера бокам, медведям не удалось обновить максимум и минимум предыдущего дня. У нас боковое движение, флет, у нас треугольник. Цена, как видно, вышла из треугольника в направлении тренда. Тренд у нас бычий. Но, тем не менее, торговать нам с вами сегодня не удастся. Итак, по валютной паре британский фонд доллар США перерыв до завтра. Мне, в принципе, больше нечего добавить. Идемте дальше к следующей валютной паре. Это доллар США швейцарский франк. К сожалению, по данной валютной паре ситуация схожая. Вчера ни быкам, ни медведям не удалось обновить максимум и минимум предыдущего дня. Поэтому, в таких ситуациях, когда нет тренда, а есть боковое движение, есть флет, лучше всего воздержаться от торгов. Мы с вами, в принципе, торгуем по тренду. Мы с вами торгуем по направлению тренда. Раз нет тренда, это значит и активность нашей стороны не будет. Так что и по данной валютной паре нас ждет перерыв. Далее. Следующая цель, следующая валютная пара это доллар США японская иена. Три валютные пары подряд. По трем валютным парам нам с вами сегодня придется воздержаться от торгов. Да, как видно, и по данной валютной паре, быкам, медведям не удалось обновить максимум предыдущего дня. У нас опять же боковое движение, флет, треугольник. Цена, как видно, вышла из этого движения, этого диапазона, из треугольника и цена продолжает направляться вниз по тренду. Но опять же, активность нашей стороны сегодня не будет. Да, к сожалению, вот такой расклад на сегодня по трем валютным парам. Далее. Австралия с доллар США. По данной валютной паре есть тренд. Тренд бычий. Вчера быкам в очередной раз удалось обновить максимум предыдущего дня. Этот тренд продолжается уже несколько дней. На основе максимальных цен последних двух дней я и провел линию тренда. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мы с вами тренд определяем по максимальным или минимальным ценам последних двух дней. Если вчера быкам удалось обновить максимальную цену предыдущего дня, значит они подтвердили продолжение тренда вверх. Это может быть рождение тренда, развитие тренда. Тем не менее, если удается обновить максимум или минимум предыдущего дня, значит у нас есть тренд, есть четкое направление. Именно в этом направлении нам с вами и нужно торговать. Как я вам говорил, на основе максимальных цен последних двух дней я провел линию тренда. Параллельно я проведу линию канала. Этим самым мы с вами понимаем четкий торговый диапазон, в котором нам с вами необходимо торговать. Мы с вами видим границы данного канала, верхнюю границу, нижнюю границу. Мы с вами видим уровень сопротивления, уровень поддержки. И также мы с вами очень хорошо понимаем, когда нам с вами лучше всего воздержаться от торгов. Еще сегодня утром Медведям удалось выйти за пределами канала. На тот момент мы с вами получили сигнал о развороте. И на самом деле этот разорот состоялся после того, как Медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня. Но торговать в любом случае нам с вами сегодня не удастся, так как нам с вами необходимо дождаться окончания дня. И только завтра мы уже с вами сможем провести очередной анализ и определить направление по новому тренду. Если конечно больше ничего не изменится. Но опять же до конца дня еще много чего может произойти. Цена еще не раз может вернуться в канал. Поэтому я все-таки на всякий случай растяну линии Fibonacci. Если все-таки сегодня удастся увидеть возврат цены в канал, нам с вами сегодня необходимо будет покупать с уровня 38.2 по Fibonacci. То есть если сегодня мы с вами увидим преодоление уровня 73.55, здесь у нас вход в рынок на бай по тренду. Пока что цена торгуется ниже этого уровня на уровне 0.73.18. Если все-таки в течение дня, в течение следующих часов увидим достижение и преодоление этого уровня 73.55, вход в рынок на бай по тренду. Но пока что в ожидании. Ну и стоп-лосс, как обычно, мы с вами выставляем ниже уровня 76.4. Стоп-лосс я вижу вот на этом уровне. Ниже минимум текущего дня на уровне 72.90. 0.72.90. А вот то, что касается тейк-профита, давайте мы определим следующую цель. На самом деле нас первая и вторая цель никак не интересует. Нас интересует последняя цель на уровне 0.74.15. Вот такая цель нас ожидает сегодня. Если, конечно, цена вернется в канал и продолжит свое направление вверх. 0.74.15. Но пока что в ожидании. Пока что цена находится за пределами канала, поэтому торговать не нужно. Юрий спрашивает, почему линия нижняя, то есть линия канала, так скопировалась, а не в том день. Юрий, линию канала, нижнюю линию, мы всегда с вами проводим параллельно от трендовой линии к минимальной цене, как раз которая находится между этими двумя максимальными ценами. Обратите внимание, пожалуйста, на следующее. Здесь у нас максимальная цена первого дня. Здесь у нас максимальная цена второго дня. Вот как раз на этом сегменте, в этом участке нам с вами необходимо определить минимальную цену. Вот она. То есть первая максимальная цена, вторая максимальная цена. И вот между этими двумя максимальными ценами нам с вами необходимо определить минимальную цену. Вот как раз параллельно от трендовой линии, я провел линию канала. Все по правилам. Отлично. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в чате, не стесняйтесь. Я обязательно отвечу и прокомментирую. Далее, следующая валютная пара, новозеландский доллар, доллар США. По данной валютной паре ситуация схожая. Тренд продолжает развиваться. Вчера быкам в очередной раз удалось обновить максимум предыдущего дня. Ну и вот опять же, Юрий, в данном случае, после того, как мы с вами определили максимальные цены последних двух дней, после того, как мы с вами провели линию тренда, параллельно от трендовой линии я проведу линию канала. К минимальной цене, к минимальной точке, как раз, которая находится между этими двумя максимальными ценами. Вот наша минимальная цена. Этим самым мы с вами определили канал, торговый диапазон, в котором нам с вами необходимо и нужно торговать. А в случае, если цена находится за пределами данного канала, мы с вами получаем сигнал о развороте. И, в принципе, этот разворот уже состоялся, как видно. Сегодня медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня. Они подтвердили, что готовы развернуть рынок. Но, опять же, необходимо дождаться окончания дня, так как в течение дня много чего может произойти. Опять же, мы растянем линии Fibonacci, так как много чего может случиться сегодня. И в случае, если цена все-таки вернется в канал, и цена достигнет нужного нам уровня, можно будет войти в рынок на покупку в продолжение тренда. Итак, покупать нам с вами сегодня нужно будет, если удастся преодолеть уровень 0.67-0.5. Это уровень 50 по Fibonacci. Сейчас цена торгуется по цене 66.91. Вот как раз на 14 пунктов выше у нас ордер на buy. Если мы увидим возврат цены в канал, если мы увидим достижение преодоления этого уровня, значит нам с вами необходимо будет войти в рынок на buy. По тренду все по правилам. В данном случае стоп-лосс я рекомендую выставить на минимум текущего дня. 66.50, 0.66.50. Ну и тейк-профит, конечно. Давайте определим. Для этого есть расширение Fibonacci. Итак. Итак, нас вторая цель никак не интересует. Нас интересует как минимум последняя цель на уровне 67.60. Вот эту цель нас и интересует на сегодня. Итак, вход в рынок с уровня 67.05. Стоп-лосс на уровне 66.50. В данном случае стоп-лосс у нас в размере 55 пунктов. И тейк-профит также в размере 55 пунктов. То есть, как видно, соотношение в данном случае 1 к 1. То есть в таких ситуациях лучше, если не наблюдается, если не соблюдается соотношение стоп-лосс-тейк-профит, хотя бы 1 к 1,5, хотя бы это минимум, у нас, как видно, в данном случае можем рассчитывать всего лишь на 1 к 1. То есть в данном случае я все-таки рекомендую тогда лучше воздержаться от торгов, так как нас такое соотношение не интересует. Вы всегда должны не только определить направление цены, не только определить ход в рынок, выход из рынка, но и использовать соотношение. Хотя бы 1 к 1,5, а лучше всего 1 к 2. Так как даже если вы получите 2 раза стоп-лосс, достаточно 1 раз получить тейк-профит, и в итоге вы сможете компенсировать полученный убыток. Поэтому то, что касается сегодняшней ситуации по новозеландскому доллару, доллару США, я все-таки рекомендую воздержаться от торгов. Перерыв до завтра. И последняя валютная пара – это доллар США, доллар канадец. К сожалению, по данной валютной паре нам с вами сегодня придется воздержаться от торгов. Почему? Потому что вчера быки пытались обновить максимум предыдущего дня, но им это не удалось. И мы видим, не удалось переписать минимум предыдущего дня. Этим самым они не подтвердили то, что они готовы преодолеть новый минимум и продолжить развитие тренда вниз. Поэтому у нас боковое движение, у нас флет, у нас треугольник. Цена находится уже за пределами данного треугольника. И в данном случае нам опять же сегодня с вами придется воздержаться от торгов. Екатерина, Алексей спрашивает, обзор выкладывается в сеть? Да, Алексей, обзор выкладывается в сеть участникам, которые как раз наблюдают и записывают все мои семинары. Вам необходимо будет открыть YouTube, указать в поиске мою фамилию, имя, Багри Сергей, после чего вы получите доступ ко всем записям. Екатерина пишет, пропустила австралиец. Если можно, повторите, пожалуйста. Екатерина, то, что касается австралиеца доллара США. Тренд бычий, канал восходящий, цена продолжает находиться за пределами канала. Это нам говорит о том, что цена возможно развернется, рынок возможно развернется. На самом деле, медведи подтвердили, они обновили минимум вчерашнего дня, они готовы развернуть рынок, но опять же, нам с вами необходимо дождаться окончания дня. Почему? Потому что в течение сегодняшнего дня много чего может произойти. Если все-таки в течение этого дня нам удастся увидеть возврат цены в канал, то я рекомендую покупать выше уровня 73.55. Пока что цена торгуется ниже. Михаил просит новозернанский канадец. Михаил, если останется в свободное время, обязательно рассмотрим. Но в основном я хотел также обратить ваше внимание на следующее. То, что у нас по утрам в 10 по Москве ведется обзор по основным валютным парам металлом, а вот то, что касается кросс-курсов, я жду в 17.00. Но, как обещал, если останется в свободное время, обязательно рассмотрим данную валютную пару. Дальше. Следующий инструмент это металл из золота. На основе цен последних двух дней мы с вами понимаем, что тренд бычий. Вчера быкам удалось в очередной раз обновить максимум предыдущего дня. Параллельно от трендовой линии я проведу линию канала. И хочу обратить ваше внимание на то, что еще в конце вчерашнего дня медведям удалось выйти за пределами канала. Еще вчера мы с вами получили сигнал о возможном развороте. Но опять же, вчера это всего лишь сигнал, возможность, попытка. Сегодня, как видно, медведи продолжили свое направление вниз. Медведям сегодня удалось обновить минимум вчерашнего дня. Этим самым они подтвердили рождение медвежьего тренда. Покупать нам с вами сегодня не удастся, не имеем права. Продавать пока что еще рано, так как необходимо дождаться окончания дня. Завтра мы уже с вами сможем определить направление цены и заодно определим и в ходе выхода из рынка. Далее серебро. По серебру тренд также бычий. Вчера быкам удалось обновить максимум предыдущего дня. Канал восходящий, но я обращаю ваше внимание на то, что на данный момент цена находится за пределами канала. Более того, медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня. Этим самым они подтвердили рождение медвежьего тренда. Опять же, нам с вами необходимо дождаться окончания дня, но все-таки если мы сегодня увидим возврат цены в канал, если мы с вами сегодня увидим преодоление уровня 15 и 90, обязательно входит в рынок на buy по тренду. Тренд бычий, канал восходящий, цена пока находится за пределами канала, но если все-таки цена вернется в канал и преодолеет уровень 15 и 90, обязательно входим в рынок на buy по тренду. Стоп-лосс выставим ниже уровня 76 и 4 и ниже последнего low. В данном случае я как раз вижу минимум текущего дня на уровне 15 и 65. А вот то, что касается take profit, давайте мы с вами определим take profit с помощью инструмента расширения Fibonacci. Первая, вторая цель нас не интересует, нас интересует как минимум третья цель, но это последняя цель на самом деле. текущая цель take profit 16,25 по-моему. Давайте посмотрим. Да, примерно в этой зоне. Итак, вход в рынок с уровня 15,90 стоп-лосс на уровне 15,65 35 центов, да? 25 центов, то есть. а take profit 16,25, то есть 35 центов в соотношении где-то 1,5. Ну что ж, вот такие у нас цели на сегодня. Быстро еще раз пройдемся по всем инструментам. По евро-доллару продолжение тренда вверх. По евро-доллару в принципе, как видно, состоялся вход в рынок на buy. Андрей пишет, а то, что минимум сегодня обновлен. Андрей, мы с вами определяем направление тренда по последним двум дням. то, что сегодня минимум обновился, для нас это не играет роль. Мы с вами определяем тренд на основе последних двух дней, а не на основе вчерашнего дня и текущего дня. Сегодняшний минимум или максимум нам дает знать о развороте или о продолжении тренда. Но все-таки тренд мы с вами определяем на основе последних двух дней. Итак, как я вам говорил, необходимо будет войти в рынок по евро-доллару с 13.75. Как видно, достижение этого уровня состоялось. Вход в рынок с 13.75. Ну что ж, евро продолжает расти. По валютной паре британский фунт доллар США. Тренда у нас нет. У нас боковое движение, флет, треугольник. По британской валюте нам сегодня с вами придется воздержаться торгов, как и по швейцарскому франку и по японской иене. По австралийцу будем покупать, если цена вернется в канал, с уровня 73.55. По новозеландскому доллару, как я вам говорил, лучше воздержаться торгов, так как не соблюдается соотношение. По канадцу также необходимо воздержаться от торгов, а по металлам золото также перерыв и по серебру покупаем, если увидим возврат цены в канал. Далее просьба новозеландский канадец. Это последняя валютная пара, которую мы с вами сегодня рассмотрим. Новозеландский доллар и канадец. Итак, по данной валютной паре тренд не определен, так как вчера быкам удалось обновить максимум предыдущего дня и медведям удалось обновить минимум предыдущего дня. Нет четкого тренда, нет четкого направления. Вчера обе стороны, оба участника подтвердили готовность к продолжению тренда, но в таких ситуациях нам лучше всего воздержаться от торгов, так как мы не понимаем, кто сильнее, кто взял инициативу в свои руки или возьмет инициативу в свои руки. Поэтому по данной валютной паре сегодня перерыв. Николай пишет по евро-доллару take profit 14.70 амбициозно. У меня по евро-доллару 14.50 цель. 14.50. Ну дождемся. Дождемся. Все в течение дня может уже на этой неделе. Ну что ж, наш семинар подошел к концу. Если нет больше никаких вопросов, я жду вашей реакции, жду ваших плюсиков. Я уже в принципе вижу по вашим комментариям, что все понятно. Ну что ж, с вами как обычно был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Alpari в городе Кешуне, в Республике Молдова. Я вам всем желаю хорошего дня. До скорой встречи в 17.00. Именно в это время у нас запланирован обзор по кросс-курсам. Желаю всем успеха во всем, в трейдинге, удачи, хорошего дня, до скорой встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok